Снова фар-патруль выехал на улицы города. На этот раз гражданский активист Пигалкин решил всерьез заняться воспитанием пешеходов. И не только их. Улица, выбранная в качестве места проведения рейда, полна нарушений и нарушителей. Едем мы с вами на улицу полка Норманди-Немон, что в местечке Пустышбор находится. У нас там свидетельствует несогласованность действий подрядчиков, которые укладывали асфальт и наносили разметку, а также с тем, что были дожди в последнее время, отсутствует разметка на одном из нерегулированных пешеходных переходов. Поэтому водители не видят, что этот пешеходный переход там организован. Пешеходы его тоже не видят, потому что на знаки они, как правило, наверх не смотрят. И с этим у нас там складывается такая неприятная ситуация, что и ГИБДД туда, когда приезжает, может всех штрафовать. И народ, в принципе, не защищен ни капельки от возможного наезда. Вот он, этот пешеходный переход. Знаки вроде на месте, но зебры нет. Отчего, когда переходишь здесь дорогу, возникает ощущение, что нарушаешь. Причем точно так же думают и некоторые водители. Этой невнимательностью водителей пользуются сотрудники ГИБДД. Но клиентов у них немного, так как местные жители чаще перебегают дорогу не здесь, а там, где переходить нельзя. На улице Норманди-Неман был раньше один пешеходный переход регулируемый возле светофора. По настоянию местных жителей городские власти сделали второй пешеходный переход в соответствии с ГОСТами на расстоянии 200 метров. Получился он возле магазина «Кенгуру» и возле второй автобусной остановки. Но, тем не менее, как показывает практика, вот мы там две недели находились в дежурстве с сотрудниками ГИБДД, основная масса пешеходов у нас идет от остановки общественного транспорта «Ближний» в сторону поликлиники и, соответственно, от поликлиники в сторону аптеки. То есть ровно посередине между двумя пешеходными переходами. Из-за такой людской лени на этом участке были случаи наездов. Активист ФАР решил указать людям на их нарушения. Подействовало не на всех. Зебра там, зебра здесь. А почему же здесь-то посередине приходит? Очень просто, потому что там переходить неудобно. Вот здесь выходит основная масса народа и идет поликлиник по суда. Соркировки и вообще, вообще не знаю, то есть зебра должна быть вот здесь. Хотя расстояние, может быть, там соответствует. Но в Европе между знаками 100-150 метров. Вопросов нет. Мы сейчас не будем говорить о стандартных европейских и российских. Почему? Если вам удобно здесь, почему на самом деле не попросить? Почему бы не сделать здесь? Но были и те, которых вид телекамеры заставил пройти сотню метров до перехода. А чего вы не пошли, девушка? Почему? А что вы снимаете? Ну как это? Снимаю, чтобы показать потом вашим детям, как вы нарушаете. Обычным методом убедить людей не нарушать не удалось. Поэтому вариант второй – креативный. Вот мы купили маркер, купили ватман. Всего-то у нас получилось 55 рублей. Попробуем сейчас нарисовать плакат, предупреждающий пешеходов о том, что здесь нет пешеходного перехода. И посмотрим, что из этого получится. Десять минут свободного времени, немного фантазии и плакат готов. Он прост, понятен, но главное – виден издалека. Вот только будет ли от него толк? Как оказалось, печатное слово тоже бессильно против человеческой лени. Ну как же быть, да? Вот машин нету, а мне вот надо в магазин. Вон там нарисованы. Вон там, может, на станционной нарисованы тоже. Это туда идти. Я пройдусь здесь, может быть. Вы нарушите тогда, милая женщина. Кого я нарушу? Правила дорожного движения. А вдруг вас собьют? Вам жить неохота? Охота. Если в зоне денег есть пешеходный переход, вы должны переходить по пешеходному переходу. Здесь в ту сторону 100 метров и в эту сторону 100 метров. Волшебным образом, неподалеку от того самого недообозначенного перехода появилась пара госавтоинспекторов. Но нарушения пешеходов их мало волновали. Интереснее гораздо водителя на 1000 рублей штрафовать. За то, что он не пропустил на пешеходном переходе нерегулированном, который даже толку не обозначен. Правильно, почему он не обозначен? Ну вот зебры нету. От вопроса инспектор ушел в прямом смысле этого слова. Тогда Пегалкин встал прямо под знак пешеходного перехода, указывая водителем на него. Нарушения мгновенно прекратились. Поняв, что охота накрылась медным тазом, коллега инспектора Молчуна решился пойти с фаровцем на контакт. Сотрудник ГИБДД присоединился к агитации пешеходов. Люди негодовали, но нарушения прекратились. Похуй, поставили там перекресток. Кого нахуй нужно? Перевод эту мосту перекресток. Вот этот перекресток, вот этот, и человек совсем где нужен. Там он не вклад нахать к установке. Этой девочке пришлось удуваться за всех. Дорогу она перешла в неподходящем месте в неподходящее время. На самом деле решение проблемы есть. Мне кажется, что в данном случае городские власти могли бы пойти навстречу к местным жителям и либо организовать там еще один пешеходный переход, либо перенести вот существующие, которые снова сделали, да, ближе к этим остановкам и к этим магазинам. Либо как-то, я не знаю, стимулировать водителей и стимулировать пешеходов к тому, чтобы они ходили только по зебре, устроив там, может быть, заборчики какие-нибудь, пешеходные направляющие. Обнаружилась на Нормандии и еще одна проблема при повороте на улицу Люлина. Вот мне нужно повернуть туда. Там два детских садика и вот это вот детское поликтинико. Вот сейчас мы попробуем туда завернуть. Вот, то есть я должен доехать до края вот этой самой двойной сплошной, чтобы меня не лишили. И там вот успеть развернуться и не вписаться вот в это вот самое ограждение. Выкручиваю полностью баранку. Вот у меня полностью колеса вывернуты сейчас. Вот я вот дверся. Вот я сейчас нарушаю, включая задний ход на перекрестке. А теперь смотри, сколько там уже народу своими дисками поцарапал и поребрит. Так много замечаний всего к одному участку дороги. Однако день все же прошел не зря, ведь разметку на злополучный пешеходный переход все же нанесли. Правда, сомнительно, что она решит проблему с пешеходами-нарушителями. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.